как возле во одновременно нормально у вас хорошо города алматы казахстан город варбер королевство швеции вы со швеции давно то проживаете до новник откуда мигрировали постсоветской страны до это из посоветской нет из советской тогда еще рсфср помните там советском союзе было да 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 россия теперешняя россия да да российская федерация вы получаете в советское время еще переехали до 78 году тогда получалось заговорили железный занавес что никого не пускали оказалось что есть тропы у кого есть голова на плечах и и этот посещайте россию да давно не был был последний раз 90-х годах где-то в середине в конце 90 97 вы уже приспособились наверно шведский язык все знаете наверно там всего не знает никто и нигде шведский язык безусловно выучил как вы думаете можно за 46 лет выучить язык государственный язык да он шведский до швеции единственный государственный хотя как таковой и он если почитаете шведскую конституцию то как государственный язык он вообще такого нет есть шведский ну там другого языка никто и там и не надо знать наверно шведский язык не знает 95 население 95 процентов населения знает английский язык довольно нормальном уровне общения скажем так любое англоязычной стране от свободно могут разговаривать на севере там далеко на севере там много финнов живет одну они естественно и финский знать хотя финны живут ну есть и вот я лично у меня один партнер мой по бизнесу фин и один поставщик тоже финна поэтому фильмов довольно немало живет по моему финнов живет в если не ошибаюсь я не помню брать не стану мне кажется что финнов за границей финляндии живет больше чем сама финляндия как у вас коррупция обстоят дела ну как везде коррупция должна присутствовать в любом государстве иначе какое же государство есть да все только в разных проявлениях она наверное в разных государствах я думаю но она есть конечно больше меньше но есть тем более сейчас когда так сказать многие устои государства королевства шведского так сказать подпаду как правильно сказать подсечены наверно так или как более правильно выразиться это тоже еще больше имеет место швеция вообще в принципе ну как сказать я думаю коррупция наверно меньше всего швеция была развита ну то есть распространена среди европейских государств там лет еще 10 назад 15 хотя она присутствовала конечно но очень таких знаете формах таких ну не денежных скажем так я не знаю что там наверху делали хотя наверняка там она тоже есть но если вот что врать среди вот тех то что моего круга общения скажем то что мне приходится наблюдать туда она была была такая знаете как не в денежных выражениях чаще всего это происходило если происходило в кто-то таких себе понятно а почему именно швецию выбрали это было связано с вашим родом деятельности да выбирал мне где восемь с половиной лет было просто так получилось родители переехали естественно я с ними а этнически вы русский на или нет этнически я эстонец ну я никогда в эстонии не жил я родился в городе каменград 9 лет восемь с половиной лет там прожил мой папа этнический эстонец мама русская ну она скорее мордвинка наверно за геополитикой наблюдаете да вот россия украина да конечно что думает по этому поводу ну если коротко то я думаю что закончится это большой войной огромнейший в европе даже не в европе общем мировой скажем так третий мировой да мне это не закончится вернее так сказать произойдет третий мировая а как закончится вот эту хилист понятно